Как выглядела бы война между Россией и НАТО? И почему она может начаться? Западные военные и политики резко начали говорить о потенциальной войне России с НАТО. Наверное, главный вопрос, на который нужно ответить, это какая война может быть с НАТО, если Россия месяцами не может захватить небольшие райцентры на востоке Украины. Если Россия и решится на подобное, то ей первое, не обязательно начинать полномасштабное вторжение, второе, целью будет не захват территорий, а игра на слабостях Европы. Вот как подобный конфликт описывает издание Spectator. Любое нападение на Европу в ближайшие несколько лет будет носить нетрадиционный и гибридный характер. В странах Балтии потенциальной ахиллесовой пятой становятся русские меньшинства. Предполагаемые нарушения их прав могут стать удобным предлогом для Кремля, чтобы вмешаться. Конфликт может быть похож на крымский сценарий, когда вооруженные группы людей в масках провозглашают создание народных республик. Учитывая, что в настоящее время в этом регионе размещено всего 3000 натовских солдат, перспективы мрачны. Их задача будет заключаться в том, чтобы задержать захватчиков до прибытия основной части армии Альянс. Если атака окажется достаточно быстрой, времени на ответ может не остаться. В самой позитивной стране Европейского Союза, Латвия, привет, просыпаемся. И давай поговорим сегодня вот об этих новостях. Ты заметил, как последние, наверное, 4-6 недель нам начали засовывать эту историю, что возможно перед европарламентскими выборами агрессия со стороны России. Или, может быть, перед выборами в Соединенные Штаты. То есть ты заметил, с утра до вечера все СМИ рекламируют войну. Ну, если быть точнее, они рекламируют нападение на Латвии, гибридное, либо простое, с утра до вечера. И вот я хотел тебе задать вопрос, что делает наше правительство? Ведь оно усугубляет. Правительство в ответ вот на такую вот, скажем так, угрозу переименовывает улицы. Категорически отрицает тот факт, что национальные меньшинства здесь имеют какие-либо права. Постоянное ущемление этих прав. Я не знаю, где только не завинтили гайку по отношению к национальным меньшинствам. Где только. Наше правительство, оно в купе работает? Она работает на деэскалацию? Она работает на разжигание войны? Что происходит? Ты не заметил, что такое ощущение, что это правительство не работает на безопасность страны? А как раз таки наоборот. Мне это только одному показалось. Я думаю, будь я правительством, я бы просто вышел к народу и начал бы говорить, например, на русском языке. Например, на белорусском, например, на еврейском, на литовском, на латгальском, на языке ливов. И, например, взяло бы в главенство то, что мы единые нации, единый народ, то, что мы вместе, и то, что у нас впереди угроза для нашей страны. И то, что ей нужно как-то противостоять. А наше правительство занимается противоположным. Она именно разжигает. И именно разжигает. То есть каждый день, или каждые два-три дня, у нас придумывается какой-то закон, или какой-то взброс средства массовой информации именно на накал и на разжигание ненависти. И вот, как по мне, это все очень странно. Очень странно. Вот такие мысли у меня были сегодня с утра. Напомню, что это развлекательный контент Владимира Волошина с целью порадовать вас в эти серые, хмурые, весенние утра. Вас я самая позитивная страна Европейского Союза. Всем пока. Продолжение следует...